итак новый трек маркула вредные привычки вышел сегодня весь рот в автотюне все мои привычки бредные привычки расскажи что у тебя на личном у меня на личку спойли неприличном твой коктейль да но уже напичком вредные привычки много никогда не значит слишком носу слепит вспышка спойли неприлично этим сделаем ничего не слышно все вижу насквозь и мне не нужен проф не нужен драга мне не нужен труп мой худший враг сейчас мясо двадцатый час но мне не спрятаться беру за тву дай забудку труд не знаю очень-очень-очень классные строки нравится все на самом деле кроме автотюна нравится не люблю такой такое количество автотюна на речитативе конкретно то здесь мне кажется что просто живой разговорный голос марка звучал бы гораздо лучше но в целом очень крутые строчки очень отзывающиеся и очень искренне то есть я ему абсолютно верю когда я слушаю это очень классный созвучие пришел с приколами вышел психованным это его исполняющим классно звучит и это очень искренне по эмоции несмотря на автотюн автотюн вообще у него одна из вещей за которые я терпеть не могу автотюн автотюн убивает эмоции он превращает тебя в робота но здесь автотюну не удается убить искренность эмоционального именно посыл этих строчек это очень нравится расскажи что у тебя на личном у меня на личном рудах спойни неприлично я конечно понимаю что вырос и вырос это рифма уровня ботинки полу ботинки но блин у марка это феноменально искренне все получается я последнее время часто заслуживаю great depression просто потому что но как-то жизнь так складывается что под настроение то есть у меня часто бывает что я просто выхожу на улицу там ночью в парк включая наушники и там половину альбома точно прослушаю если очень недоснен трек миражи это самый непопулярный трек на альбоме great depression по просмотрам по прослушиванию но черт как же цепляет и вот здесь очень похожая эмоция проскакивает за что мне хочется сказать спасибо мне не нравится такое количество автотюна мне кажется что это перебор немножко но тем не менее это очень хороший трек мне он нравится по крайней мере пока что половина прошла вообще ни до чего не докопаться очень тонко очень к месту все ничего лишнего нет возможно кроме автотюм мне по пути у меня быть со словно по таймеру скромно на камеру плохо направил у маркула есть такой прикол он ну у тебя грубо говоря из строка условно 4 такт и в какой-то момент он начинает разгонять куплет одним приемом он начинает рифмовать в два раза чаще он шаг рифмовать только в конце строки но и в середине строки и получается что не татататан и у тебя на каждом сильном акценте рифма то есть рифм становится вдвое больше из-за этого ощущения что текст полетел как-то невероятно как будто два раза ускорился хотя на самом деле он примерно одной скорости идет но это очень разгоняет восприятие куплет и если бы у тебя были рифмы так как шли до этого то есть только в конце строки не было риф в середине то она бы воспринималась не так и плюс он на одно и то же слово рифмы то есть у него подряд 4 получается и у него этой строка трек ходит то есть эта фишка его написание фишки его стиля которая очень классно работает она у него во всех практически крутых его треках есть он ведет прислание потом а вот здесь я разгоняюсь и начинаю рифмовать два расплодняет не ищу прайне вышла с экрана хаты не скрою снег упадает на доллар крупные мувы на проводе я антизаж это смолы как ты живешь с этим все равно я гибаю три города не покидай эту комнату мая закон и стрекоруба незаконят психолога бредные привычки расскажи что у тебя на личном у меня спой мне неприлично птичка твой коктейль дурнал уже напичка бредные привычки много никогда не значит слишком носу слепит вспышка спой мне неприлично этим сделанным ничего не слышно опять вот все упирается в то что когда все хорошо и все нравится мало что можно сказать по сути во первых биты палагин я по моему даже не слышал тега но я уверен что это палагин потому что очень узнаваемый звук биты палагина отлично сочетаются с холодным голосом маркула отрешенным таким и автотюн конец вот я конечно говнюсь на автотюн потому что ну это мои вкусы но но автотюн добавляет этой холодной отстраненности местами и возможно он позволяет голосу ближе звучать биту и лучше звучать с битом очень нравится кит текстовые мелочи именно вот которые на одну-две строчки буквально проскакивают и они цепляют память ассоциации восприятия марк очень вырос в этом плане и очень развился мне кажется и мне кажется что я не очень понимаю куда ему как артисту развиваться потому что он более-менее всю свою карьеру делает одно и то же не считая самый начальный период где он совсем еще ребенок я не очень понимаю куда ему развиваться потому что стиль такой немножко тупиковый если не менять звучание у него знаете у него похожая проблема на play and angel а вот у play and angel а у него на стол он сквозь мать нашел настолько совершенную формулу создания треков так несколько лет он делал треки по одной формуле а потом во первых видимо сам заебался во вторых видимо зрители старые слушатели уставать и пришлось что-то придумывать вот мне кажется что у марка уже скоро наступит момент когда надо что-то придумывать как-то отходить от одних тех же паттернов и вот мне интересно как он будет делать и в какую сторону и не дай бог это будет вот этот мейнстримный блять какой-нибудь брилл или какая-то такая хуэрга я разочаруюсь так читаю чат а да это бит по лагина ну в общем довольно очевидно впервые услышал маркула смулен руж до сих пор так и остается в целом еще ровный как артист очень нравится ну я маркула очень давно слышал я маркула помню еще года с 13 короче проще по трекам я его помню с трека прорвемся прорвемся первый трек маркула который я услышал мне кажется марк может попробовать делать что-то с такими джазовыми мотивами как были в кораблях бутылках ну и в блюзе кстати но это было бы интересно я бы послушал его в приджазованном инструментале там грув совсем другой потому что джаз основа джаза ритмическая основа джаза это свинг а свинг с его читкой но это интересно я бы как минимум попробовал почему нет возьми приджазованный инструментал попробую на него почитать мне кажется что может получиться интересно как тебе в тихом омуте но для своего времени вполне ок сейчас конечно тяжело воспринимается очень вайбово здесь все хорошо кроме автотюна ну в общем в целом мне кажется трек очень позитивно встречен и мной и зрителями которые по крайней мере у меня на трансляции сидят с того что я с чата выхватил в общем лайк подписка но собственно случае марка либо ок как обычно либо плохо потому что у него очень высокая планка у него очень высокий градус ожидания от него всегда потому что он в отличие от многих современных артистов он работает на качество и это качество но ну он как-то приучил нас к тому что он запаривается и от него можно не ждать прям совсем говно